Вы слушаете канал ЖААШ.КЛАБ, ПИНОКИО. Настоящая история жизни и приключений марионетки. Сказка о мальчике из дерева XIX века, теперь в новом переводе, была лозунгом всеобщего образования и итальянской государственности. Городок Каллоди в Италии, примерно в 70 километрах к западу от Флоренции, располагается на склоне позади сказочно прекрасной виллы XVII века. В саду, построенном как своего рода парк развлечений для семьи Горцони и их благородных гостей, имеются террасы, цветочные клумбы, парадные лестницы, журчащие фонтаны и старинные мраморные статуи, окружающие виллу в стиле барокко. Пройдя через туннель под виллой, исследуя по тропинке вверх по холму, можно увидеть каменные дома Каллоди, которые открывают совершенно другую реальность. Поднявшись по крутой мощеной главной улице, попадаешь на небольшую площадь с общими раковинами для стирки. Город старше виллы и, вероятно, изначально был построен на вершине холма в целях стратегической обороны. Здесь жили люди из рабочего класса, те, кто ухаживал за дворянскими виллами и садами. Трудно понять, о чем думали эти рабочие, когда брели обратно на холм после долгого дня работы на вилле. Вероятно, справедливо будет сказать, что они уставали и им было не до мыслей. Первую половину XIX века мальчик по имени Карло Лоренцини, родом из Флоренции, провел часть своего детства, живя здесь с родственниками, а позже, когда он стал писателем, взял себе псевдоним Карло Каллоди. Писатель публиковал политические очерки и сатиру для взрослых, а затем, в свои 50 лет, обратил внимание на детскую литературу. История марионетки, впервые появилась в серийной форме, начиная с 1881 года, в детской газете Джорнал Пёра и Бомбини. Вступительный абзац должен был подорвать традиционное представление о сказке, а также послать политический сигнал «Жил-был. Король», — немедленно воскликнут мои маленькие читатели. «Нет, дети, вы не угадали. Жил-был кусок дерева. Волшебным куском дерева, естественно, оказался Пиноккио». Оповествование о нем стало первым всемирно известным произведением итальянской детской литературы. «Приключения Пиноккио» экранизировали 18 раз, в том числе два игровых фильма с Роберто Бенини в главной роли. Disney и Netflix находятся в процессе создания новых версий. Большая часть населения планеты знает Пиноккио как синоним анимационного фильма Диснея 1940 года о деревянной марионетке, чей острый нос растет каждый раз, когда он лжет. Но в оригинальной итальянской истории речь идет не только о лжи. Фото, смеценианмаг.ком Пиноккио лжет. Но это всего лишь часть его плохого поведения, он эгоистичен и ненадежен. Он негодяй, сопляк, ребенок, который, как можно было бы сказать сегодня, делает много неверных решений. В тот момент, когда Джиппетто вырезает его из чудесного куска дерева, Пиноккио убегает и отказывается идти домой. Его выходки приводят к аресту бедного Джиппетто. «Каждый раз, когда я в своей преподавательской деятельности касаюсь вопроса «Пиноккио», от студентов я получаю как минимум две реакции», — говорит Мария Труглия, профессор итальянского женского и гендерного исследований в Университете штата Пенсильвания и автор книги «Итальянская детская литература и национальная идентичность, детство, меланхолия, современность». Первая реакция — такое удивление тем, насколько она отличается от диснеевской версии, и насколько они предпочитают оригинальную версию. Вторая реакция исходит от студентов, которые находят книгу более сложной, чем они ожидали, эти студенты говорят. «Я не очень много читаю и обычно не люблю книги, но мне очень понравился Пиноккио». Анна Крачино, преподаватель университета во Флоренции, была поражена рассказом около 15 лет назад, когда читала книгу своему маленькому сыну, «я не могла поверить, насколько богат текст», — говорит Крачино, родившаяся в Италии в семье американских художников-экспатриантов. Она рассказала Джону Хуперу, британскому журналисту и автору книги 2015 года под названием «Итальянцы», что пришло время для нового английского перевода. Он согласился, красота языка, литературная изобретательность коллоди, делает то, чего я никогда не видел ни у одного автора, — говорит Хупер. Новый перевод «Приключений Пиноккио», опубликованный в 2021 году, включает в себя обильные примечания и введения, в котором исследуются сложности этой истории. В диснеевском фильме «Джип Петто» — производитель игрушек и часов с кукушкой, живущий в смутно-европейском фахверковом доме. Но в книге нет ничего странного в итальянской бедности XIX века, в которой Джип Петто — рещик по дереву. Пиноккио проводит большую часть. Продолжение истории читайте на сайте jah.club.